Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ежов Марат Владиславович. Я работаю в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии, главным сотрудником, руководителем лаборатории нарушения липидного обмена. Также возглавляю с 2015 года Национальное общество по изучению атеросклероза. Мы все сейчас находимся в непростых условиях и современные технологии помогают нам общаться, держать руку на пульсе. Я очень благодарю вас за то, что вы смогли с утра присоединиться к нам. Мы будем обсуждать вопросы первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас мероприятие, которые проводятся для ограничения распространения ковид-инфекции, во многом носят профилактический характер. Лечить ее, как мы все с вами хорошо знаем, крайне сложно. И чем строже мы проводим профилактические мероприятия, тем большего успеха мы достигаем. Это совершенно очевидно. Ибо если бы было иначе, если бы мероприятия руководящих органов, начиная с самого верха, были мягче или слишком мягкие, я думаю, темпы прироста заболеваемости были бы существенно выше в два, а то и в три раза больше. И вот экстраполируя эту ситуацию на тему сердечно-сосудистых заболеваний, я думаю, главный урок, который мы должны вынести из сегодняшней пандемии, я уверен, что она закончится, хотелось бы как можно раньше, но мы понимаем, что это не совсем так, то быть строже каждому к себе и к своим пациентам, потенциальным пациентам в отношении профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, первичной профилактики, и вот о ней мы сегодня поговорим. Итоговая статья Европейского кардиологического журнала, вышедшего в номере, вышедшем в январе 2020 года, подводит итоги года ушедшего. И на этом рисунке представлена вся, собственно говоря, информация от того, как начинается наша жизнь и как она заканчивается. Конечно же, кинетика имеет огромное значение, но затем средовые факторы там, где мы обитаем, и наша внутренняя среда, наши факторы риска развития атеросклероза, и ключевым из них является холестерин липопротеидов низкой плотности. А по сути, единственным причинам все же остальные факторы выполняют роль вспомогательных, но, конечно же, усугубляющих течение заболевания, атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. И опять же, врачи, кардиологи, да и наши помощники смежной специальности, не важно, кардиохирурги или специалисты интервенционных техник, мы занимаемся поддержанием лишь качества жизни пациента. И вот этот маятник, как четко показано на этой желтой стрелке, он может качаться влево, вправо, но назвать нас слишком успешными в своей работе нельзя. Гораздо важнее то, что отражено на зеленой стрелке. Тогда, когда болезни еще нет, исподволь в виде субклинического атеросклероза, видите, серая стрелка, она начинает развиваться, но симптомов никаких нет. Вот здесь мы должны работать и в отношении факторов внешней среды и в отношении факторов внутренней. Состояние с сердечно-сосудистыми заболеваниями, конечно же, в нашей стране таково, что надо бить тревогу. Есть ключевые направления в рамках национального проекта здоровья, и одним из них является борьба с данной патологией. Есть определенные успехи в 21 веке, а именно смертность, начиная с 2003 года, неуклонно снижается, и, примерно, уже 550 случаев на 100 тысяч населения, и, тем не менее, она гораздо выше, чем в странах Западной Европы. Президент поставил перед нами задачу добиться снижения смертности до 450 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Это значит, что мы должны активизироваться, и темпы должны быть, должны наращиваться по снижению показателей смертности от болезни системы кровообращения. Основной вклад, который вносят именно атеросклеротические, сердечно-сосудистые заболевания, и в этом пироге большую сегмент занимает ишемическая болезнь сердца, причем обратите внимание, что острые формы ее вносят невыраженный вклад, порядка 7% от общей смертности от болезни системы кровообращения, тогда как в основном мы теряем больных от хронических форм ишемической болезни сердца, но также обратите внимание, что порядка 30% все-таки это сохраняется, смертность от цереброваскулярной патологии, и абсолютные числа представлены здесь от ишемической болезни сердца порядка полумиллиона жертв ежегодно. И приложив простую арифметику, мы понимаем, что в 21 веке мы потеряли более 20 миллионов человек, но не от военных действий, не насильственная смерть, а смерть от болезни системы кровообращения. И когда я делал этот слайд несколько лет назад, я заблуждался, я думал, что, ну, есть такая циничная поговорка, нет человек, нет проблемы, я полагал, что дальше наш бюджет, бюджет нашей страны испытывает проблемы из-за того, что заболевший человек вновь и вновь госпитализируется и инвалидизируется и подвряется различным операциям, не только коронарных артерий ревосклеризации, но и периферических артерий. Но буквально через 2-3 года я понял, что я заблуждался, и вот эта прекрасная публикация в журнале «Рациональная фармакотерапия в кардиологии» специалиста Центра профилактической медицины во главе с профессором Концевой продемонстрировала, что от ведущего фактора риска атеросклероза, гиперхолестериномии экономический ущерб в нашей стране ежегодно достигает 1,3 триллиона рублей, что эквивалентно на сегодняшний день 1,5% ВВП. И прямые-то затраты, складывающиеся из нашего с вами повседневного труда, они составляют лишь единицы процентов, тогда как большую львиную долю отрат мы имеем вследствие преждевременной смертности и снижения производительности труда. Таким образом, уход человека, преждевременный уход человека из жизни, это бремя для нашей страны. Это бремя, в общем-то, для многих, в том числе и для последующих поколений. Ну и, конечно же, если человек переносит серьезную сердечно-сосудистую катастрофу, нередко он инвалидизируется, и он перестает быть нормальным активным членом общества, и снижается производительность труда интегрально, а человек теряет годы нормальной, качественной, здоровой жизни. И порой количество этих лет достигает нескольких десятков. Мы сталкиваемся с молодыми инфарктами довольно часто. В чем же причина? Причина действительно в том, что гиперхолестериномия наносит ущерб, а гиперхолестериномия имеет порядка 60% наших граждан, неважно по уровню холестерина или холестерина липопрыгтов низкой плотности, мы оцениваем. Опять же, это данные исследования СРФ. Не зацикливаясь на всем мировом багаже, посвященном оценке факторов риска и их ассоциации с сердечно-сосудистыми заболеваниями, упомянулись исследования Интерхад, уже классическое, уже публикации более 15 лет, но участвовали все страны мира. Кстати говоря, ведь нет исключений для атеросклероза. Можно сказать, что атеросклероз захватывает нас в виде пандемии. И обратите внимание, что в первом жизни инфаркта миокарда в большей степени, чем другие классические факторы риска, ассоциировано к гиперлепидемии. В данном исследовании оценивались по соотношению уровня АПО-Белка-Би АПО-Белкуа. Как я уже говорил, если сравнивать нашу статистику со странами Западной Европы, мы не в выигрышном положении. В целом, по популяционным данным, мы опережаем в трехкратном размере, а если мы коснемся лиц трудоспособного возраста, то отличие достигает 4,5 крат. И, несомненно, одна из главных причин, опять же, это распространенность нарушения липидного обмена. Гиперлепидемия, дислипидемия, как угодно. В то же время стереотип таков. Холестерин не болит, ну и ладно. И большинство наших граждан, о чем свидетельствует также исследование СРФ, просто не знает уровень своего холестерина. А если даже знают точное значение, вам никогда не скажут, пока их вы не принудите. И, наконец, сказать, что уровень холестерина у них повышен, может лишь порядка 20% человек. Как всегда, нас интересует, а как у них? Но мы прекрасно понимаем, что у них тоже не все замечательно. И регистр молодых инфарктов миокарда, который ведется на протяжении последних лет в Соединенных Штатах Америки, свидетельствует о том, что среди мужчин, которые перенесли инфаркт до 45 лет, дислипидемия тоже распространена 55%, каждый второй курит, практически у каждого второго гипертония, у каждого третьего ожирения, отягощенный семейный анамнез и у каждого пятого сахарный диабет. И так, среди молодых инфарктов миокарда в Америке не имеют фактора риска лишь 9% лиц. Дальше, применительно к американским рекомендациям двух различных организаций, оценили, а нужно ли было этим лицам с нормальным профилем риска или все-таки с благоприятным профилем риска, вчера назначить статины. И вы видите, по количеству факторов риска ранжировали участников этого регистра, и столбики неуклонно снижаются. Чем больше факторов риска, тем раньше надо начинать терапию статинами в первичной профилактике. Но все-таки важно понимать, что при наличии одного или двух факторов риска вопрос о назначении статинов крайне дискутабельны. И никто, я думаю, не готов пойти вот так без оглядки на назначение статинов практически здоровому человеку. Я не говорю о сахарном диабете, я не говорю о тяжелой артериальной гипертонии. А вот курение, что там, холестерин пограничный, кто же будет назначать статины 40-летнему человеку. И некоторое время назад наше общество по изучению атеросклероза, национальное общество по изучению атеросклероза провело исследование Айсберг для оценки как раз распространенности факторов риска не на популяционном уровне, это такому небольшому обществу, как наше не под силу, но тем не менее на амбулаторном уровне. И как когда-то в исследовании Арго мы включили тоже порядка 20 тысяч человек в амбулаторной практике, нам помогали порядка тысячи врачей. И задача стояла такая, приходит по любой причине пациент на прием и врач спрашивает, ах какой у вас уровень холестерина? Не знаю. Ну тогда будьте добры, сдайте по капельке крови анализ тут же в кабинете. Ну естественно после подписания информированного согласия. И вот выяснилось, что среди таких лиц, посещающих поликлинику, 84% это по федеральным округам, это результирующие по Российской Федерации имеют уровень общего холестерина более 5 миллимоль в литре. Также я хочу обратить ваше внимание, что артериальная гипертония, как следующий ведущий фактор риска, ну естественно основной для развития церебровоскулярных катастроф, 90% случаев посещений в поликлинике в Российской Федерации имеют наши граждане. И если ранжировать участников исследования айсберг по категориям риска, которые мы успешно узнаем из шкалы скор, принятой в странах Европы и в том числе в Российской Федерации, но вы знаете, что для стран с интегральным высоким сердечно-сосудистым риском шкала скор, она еще более жесткая, отдельно выделяются такие страны, как наша и страны высшего СНГ, например, и некоторые страны Восточной Европы, то на приеме 2 трети пациентов категории очень высокого риска относятся 10% высокого риска, но аж 25% это лица низкого и умеренного риска. Они пришли по разным причинам и вот, естественно, они еще реже знают о значениях своего холестерина. И вот тут надо использовать так называемый метод оппортунистического, возможностного скрининга, когда вы даете возможность человеку узнать, что происходит с его кровью, какой уровень холестерина. В целом, по участникам исследования айсберг, надо отметить, еще раз подчеркну, две трети были из категории очень высокого риска и прибавляем 10%, значит, три четверти были те, которым статины, в общем-то, показаны, на самом деле принимали всего лишь 32% человек. Если мы возьмем более жесткие критерии для назначения статины, собственно, сердечно-сосудистые заболевания, то ишемическая болезнь сердца или инфаркт, или операции коронарной ангиопластики, коронарного шунтирования, а также инсульт, то мы видим при фактически обязательном назначении в 100%, на самом деле на приеме отчитались о том, что принимают статины до 60% лиц, то есть чуть более половины, а тут же узнавали, какой уровень холестерина, отсечка была 4 мм в лире и общего холестерина, и выясняется, и это легко объяснить, потому что статины у нас принимают в режимах, в лучшем случае, умеренной интенсивности, то 4-12% лиц с сердечно-сосудистой патологией лишь достигают целевых значений. Редкость достижения целевого уровня и проблемы приверженности терапии стоят очень остро во всем мире. Что делать? Не надо изобретать велосипед, нужно использовать лучший мировой опыт и перейти к воздействию на популяционном уровне, ибо специалисты из клиники Майо доказали, что для эффективной профилактики на уровне популяции в год нужно потратить на одного человека, в переводе на наши деньги, менее 70 рублей. Это совершенно понятные затраты, совершенно реальные, а британские специалисты доказали, что если мы популяционный риск сдвигаем всего лишь на 1%, то мы предотвращаем 25 тысяч сердечно-сосудистых смертей. Национальная образовательная программа по холестерину эффективно работает на протяжении уже 30 с лишним лет, и ведь тогда, в 80-х годах в Америке были плохие статистические показатели по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, и проанализировав ситуацию, поняли, что уровень холестерина в популяции достаточно высок, и вехи этой программы отражают по сути все жесткий, все более жесткий и жесткий контроль за факторами риска и за холестерином в первую очередь, и постепенное снижение целевых значений холестерина липопротеидов низкой плотности. Если же обратиться к опыту финских коллег, на примере северокарельского проекта, в начале 70-х годов там тоже была очень тревожная ситуация, смертность была высока от болезни системы кровообращения, особенно среди мужчин, и они предприняли программу первичной профилактики немедикаментозной. И ключевыми факторами риска были определены холестерин, причем общий, гипертония и курение. И вы видите результирующую кривую смертности от ишемической болезни сердца за 35 лет наблюдения в публикации 2010 года, она снизилась на 80%. За счет чего? За счет контроля этих трех факторов риска, но наибольший вклад в снижение смертности вносит именно холестерин. В среднем в популяции Северной Карелии он снизился с 7 ммол на литр, тогда в начале 70-х был 7 ммол на литр, к 2010 году 5,5. Подчеркну, за счет немедикаментозных мер, мы все с вами прекрасно понимаем, когда появились статины. И вот посмотрите, до появления статина немедикаментозные меры профилактики привели к такому мощному существенному снижению. Что делать? Это адаптированный мной перевод из посылок, который отражен в упомянутой на предыдущем слайде статье финских авторов, пропаганда здорового образа жизни с привлечением органов государственной власти, врачей, пациентов, экспертного сообщества, средств массовой информации. И не устаю повторять, должна быть социальная реклама на федеральных каналах телевизионных. И буквально за короткий 15-секундный ролик, мне кажется, можно объяснить о вредении не только холестерина, но и других факторов риска. Этот график взят из-за статьи европейских экспертов в журнале атеросклероза, куда от Российской Федерации пригласили и меня. И здесь позвольте на нем остановиться поподробнее, потому что фактически он отражает существующую прадигму. По оси абсцисса отложен уровень холестерина, высокие его значения, как бы нормальные и, наконец, низкие. И далее популяционный подход, то, о чем я упомянул, как говорят британцы, надо смещать вот этот среднепопуляционный риск. За счет чего? За счет тех мероприятий, о которых было сказано на предыдущем слайде. А что вот это такое? А это, естественно, отражает заболевших уже лиц. Если больной человек, у него, конечно же, средний уровень холестерина будет выше, чем у практически здорового. Но парадокс заключается в том, что абсолютное максимальное количество сердечно-сосудистых катастроф происходит среди лиц, как бы здоровых, с низким и умеренным риском. Потому что таких в популяции, естественно, большинство заболевших единицы миллионов, а практически здоровых все-таки десятки миллионов. Я говорю на примере нашей страны. Но когда мы переведем в абсолютные числа, выяснится, что этих лиц больше и значит сердечно-сосудистых катастроф там больше. Что касается нашей с вами повседневной работы, как врачей, кардиологов, мы работаем уже в основном с лицами вторичной профилактики и, соответственно, мы не можем, как бы активно мы не занимались и лечили наших больных, сместить популяционные риски. Нам нужно переходить на глобальный популяционный государственный, государственной власти. Мы должны начать массовый поход на холестерин, мы должны изменять пищевые приоритеты среди наших граждан и вводить в клиническую практику нутрицептики. А термин нутрицептики все большее звучание уделяется на протяжении последних нескольких лет и, наконец, вот в европейских рекомендациях 2019 года по дислепидемии, которые в бумажном варианте вышли уже в 2020 году, целая глава посвящена этому направлению. Кроме того, важные несколько консенсусных публикаций было, опять же, с привлечением международных экспертов, в том числе и из Российской Федерации, мне посчастливилось представлять в каждой из этих публикаций нашу страну, лепестнижающие нутрицептики клинической практики нутрицептики, роль нутрицептиков при непереносимости сатинов, журнал американской коллегии кардиологов и уже упомянутая мной статья, где вот этот красивый график, она в целом посвящена роли красного дрожжевого риса для контроля холестерина плазмы, публикация в журнале Атеросклерозис. Начнем с того, что европейские рекомендации видоизменили шкалу скор, как видоизменили? Очень важно, расширили возрастной показатель, все-таки мы понимаем, что в среднем продолжительность жизни в большинстве стран растет и сузили шкалу общего холестерина до 7 ммл. Итак, первичной профилактики мы как бы спокойно, но в то же время вдумчиво должны относиться к человеку, если уровень холестерина не превышает 7 ммл. Все, что больше, мы должны с тревогой уже думать о наличии наследственных нарушений липидного обмена. Собственно, расширились категории риска, характеристики категории риска. Это семейная гиперхолестериномия, даже без других каких-то факторов риска, сразу же высокий риск. Так же, как и, допустим, вы исключили наследственные нарушения, но если полигенная гиперхолестериномия, вот при таких значениях тоже уже пациент помещается в категорию высокого риска. Если же гиперхолестериномия тяжелая, но сочетание атеросклероза с сахарным диабетом или с семейной гиперхолестериномией или с хронической болезнью почек, я уж не говорю о том, когда весь букет в одном пациенте. Вы знаете прекрасно, что сместили в сторону более низких значений средние показатели холестерина и липопротеидов низкой плотности 1,4 для лиц очень высокого сердечно-сосудистого риска. И в программках программы первичной профилактики фактически уже при значениях холестерина в А3 до 5 ммл мы должны задумываться, а не назначить ли медикаментозную терапию. Само собой, при уровне холестерина ЛНП более 5 ммл в литре мы должны назначить терапию статинами, несмотря на то, что исходно риск пациента расценивался как низкий или допустим умеренный, но уже наличие, еще раз, одного лишь фактора риска, если он выражен такой, как холестерина ЛНП более 5, переводит вашего пациента в категорию высокого риска сразу. Что же такое нутрицептики? Это мнение двух слов, питание и фармацевтика. С одной стороны, это пищевые добавки для поддержания здорового образа жизни, с другой стороны, они обладают возможностями для профилактики заболеваний. Нутрицептики в лекарственной форме или биологически активные добавки, именно этот термин узаконен в нашей стране, это продукт, полученный на фармацевтическом производстве, в котором в качестве действующего вещества используется один или несколько ингредиентов, полученных из лекарственных растений или органических снижений, предоставляющих дополнительные преимущества для здоровья. Термин ввел американец Дефилича, и на него определение следующее, продукт питания или его компонент, несущий пользу для здоровья, включая профилактическое и или лечебное воздействие при некоторых заболеваниях. Тогда как в Соединенных Штатах БАД имеет другое определение, это продукт в форме обычной капсулы, порошка, капсулы, заполненные гелем и так далее, несущий, предназначен для обогащения пищевого рациона с целью укрепления здоровья и несущий или содержащий в своем составе один или несколько следующих пищевых компонентов. Витамин, минерал, аминокислота или другое растительное или алиментарное вещество. Ну и есть афоризм, нутрицептики это уже не диета, но еще не лекарство. То есть мы в своих мероприятиях лечебно-профилактических в принципе достаточно свободны в отношении назначения пациенту нутрицептика. Важно как раз только определить, где ниша для нутрицептика в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. И предыдущие, 2016 года, европейские рекомендации по контролю дислепидемии, традиционно они переводятся российским кардиологическим обществом и уже в российском кардиологическом журнале публикуются спустя несколько месяцев с момента выхода в свет. И как раз это я и хочу продемонстрировать на данном слайде, что тогда, это была глава 5.5, нутрицептики могут быть использованы в качестве альтернативы или в дополнение к лепидоснижающим лекарствам. Вот такой был важный постулат еще в 2016 году. Какие немедикаментозные мероприятия положительно влияют на уровень общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности? Трансжиры наносят колоссальный вред организму человека, насыщенные жиры нужно ограничивать, увеличивать потребление пищевых волокон, продуктов богатыми фитостеролами, снижать массу тела, снижать количество потребляемого холестерина и увеличить физическую активность. Особняком стоит красный дрожжевой рис. Что это такое, разберем чуть подробнее. Но я сегодня, пользуясь тем, что мне предоставили целый час, хочу осветить... Я прошу прощения, я отвечу, потому что у нас ковид-центр работает, и это я выполняю обязанности замглавного врача. Одну секундочку. Алло, да? Здравствуйте. Нет, я не звонил. Да, извините, пожалуйста. Ну, такая производственная у нас еще и необходимость. Итак, пищевые добавки и функциональные продукты для лечения дислепидемии. Фитостеролы, моноколины, красный дрожжевой рис, пищевая клетчатка, соя, коликозонолы, берберин и омега-3, полиноненасыщенные жирные кислоты. Фитостеролы присутствуют почти во всех растительных источниках, растительных маслах, орехах, семенах, бобовых. Структурно сходность с холестерином. Механизм уменьшения кишечной абсорбции экзогенного холестерина. То есть, чисто с механической точки зрения, такой, будем говорить, эзотемипоподобный эффект или тионообменных смол. Но доза должна быть большой, а гипохолестериномический эффект весьма умеренный и прямой сосудистый эффект не доказан. Моноколины и красный дрожжевой рис получают данный продукт, данное вещество посредством ферментации дрожжей и естественной средой обитания, которой является рис. Надо четко понимать, что это не красный дрожжевой рис, а это специальный продукт, полученный в процессе ферментации определенного вида дрожжей, обитающих на рисе. И оказывается, что совсем небольшая концентрация моноколина К способствует безопасному снижению холестерина и липопротеинов низкой плотности примерно на 20%. Благоприятным сдвигом в гомеостазе организм в виде даже снижения того самого внутрисосудистого воспаления и провоспалительного фона и прямым положительным сердечно-сосудистым эффектом. Пищевая клетчатка тоже в больших количествах. Происходит замедление опорожнения желудка, увеличение ощущения сытости, увеличение экстрекции холестерина и желчи через кишечник. Но гипохолестериномический эффект весьма умеренный, а опосредованно также можно предполагать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Что касается сои, здесь механизм не ясен, дозы должны быть большие и очень слабый эффект гипохолестериномический и лишь опосредованы, возможно, другие антивоспалительные эффекты. Берберин – очень интересное вещество, получаемое из определенных сортов барбариса, но уникален эффект. Это ингибирование PCSK9, то есть у нас есть класс препаратов, влияющих на активность этого профермента, и вот бербин обладает этими эффектами. Увеличивается экспрессия рецептора холестерина ЛНП, доза должна быть около 1 грамма, но гипохолестериномический эффект сопоставим с препаратами красного дрожжевого риса, однако прямые сосудистые эффекты не доказаны, в отличие от красного дрожжевого риса, и, к сожалению, наверное, в нашей стране берберин не разрешен. Но поленасыщенные жирные кислоты, я долго не буду на них задерживаться, это важный, естественно, компонент, и четко с доказанным сердечно-сосудистыми эффектами, но мы помним, что опосредовано его положительное влияние через снижение 3 глицеридов, повышенного уровня 3 глицеридов. Очень важно понимать, что контроль за качеством производства препаратов красного дрожжевого риса должен быть неукоснительным, так как в процессе образования моноколина К, полезного для человека, образуется имипотоксин, который может повреждать печень и почки. И красивая упаковка, где написано, что препарат красного дрожжевого риса, золотые утесненные буквы, не гарантирует вам, что приобретя после прослушанной лекции Ежова или любого другого эксперта, что вы получите пользу от того, что вы приобретаете. Нужно приобретать только то, что вы знаете и в чем вы уверены. Не только в эффективности вы должны быть уверены, но и в безопасности, в контроле качества. Но вначале мы поговорим о доказательной базе с точки зрения безопасности и эффективности. По препаратам красного дрожжевого риса более 50 рандомизированных клинических исследований, включивших более 8000 человек. Вот он, результирующий ромбик, который говорит, что нет отличий по частоте побочных эффектов. Более того, по сравнению с группой контроля, не было конкретно по мышечным симптомам различий, а вот немышечные симптомы и любые серьезные побочные явления удивительно регистрировались реже, примерно в два раза, чем в группе контроля. Не знаю, чем кормили группы контроля, но в разных исследованиях по-разному на самом деле. Обратите внимание, что были исследования с пассивным контролем, где статины принимали в контрольной группе и какие-то другие мягкие гиполепидемические агенты также использовались в качестве сравнения. Этот мета-анализ 2015 года, 20 рандомизированных исследований, более 6000 человек. И что мы можем прочитать на этом слайде? Что по сравнению с пассивным контролем, каллистерин ЛНП снижается на 1 ммол на литр. Что это значит? Из исследований со статинами мы знаем, что это снижение сердечно-сосудистого риска за 5 лет применения на 20-25%, снижение риска сердечно-сосудистых осложнений. Препараты красного дрожжевого риса не проигрывают статинам в малых дозировках и обыгрывают препараты из группы активного контроля. Таким образом, гипохолестериномический эффект препаратов красного дрожжевого риса абсолютно очевиден. И существует единственное исследование, выполненное в Китае, у лиц с перенесенным инфарктом миокарда, длительность наблюдения 4,5 года и их собственный препарат красного дрожжевого риса. И снижение каллистерина ЛНП на фоне его применения на 18% ассоциировалось со снижением риска развития нефатального инфаркта миокарда на 62%, смерти от ишемической болезни сердца на 31%, случаи в коронарной ревосклеризации на 36%, сердечно-сосудистой смерти на 30% и смерть от онкологии на 56%, а также общая смертность на 33%. Как интерпретировать результаты этого исследования? Повторить его невозможно. Оно было выполнено достаточно давно. Сейчас, естественно, неэтично назначать лицам, скажем так, высокого риска препарат красного дрожжевого риса досравнивать с плацебо. О том, как вообще применять эти препараты, я скажу дальше. И у кого. Но мы цитируем это исследование для того, чтобы понимать, какие потенциальные положительные эффекты интегрально за длительный срок применения мы ожидаем от качественных препаратов красного дрожжевого риса. К слову, там не было серьезных побочных эффектов на фоне их, китайского красного дрожжевого риса. Итак, Совет Экспертов, Европейский Совет Экспертов в 2019 году сказал, что в первую очередь препараты красного дрожжевого риса показаны лицам низкого и умеренного сердечно-сосудистого риска и умеренной гиперэкстремии. То, что прежде по рекомендациям считалось лишь коррекцией, нужно проводить коррекцию образа жизни с естественным соблюдением здорового образа жизни. Однако, наверное, в каждой личной практике нередко мы сталкиваемся с субъектами, которые не желают принимать статины, несмотря на наличие показаний к их применению. А также все чаще и чаще мы сталкиваемся с пациентами, у которых в случае непереносимости статинов. И с сохранением гиперхолестериномии. Российские эксперты далеко не в стороне от мейнстрима. Мы собирались еще в октябре прошлого года. И я хочу в первую очередь отметить, что на этом же сайте, где мы сейчас с вами находимся, можно посмотреть интервью ведущих экспертов, в том числе и европейских. А также тезисы этого совета на сайте первого медицинского канала. И главное, вышла полнотекстовая публикация, опять же, в замечательном журнале рациональной фармакотерапии в кардиологии в этом году. Я позволю себе процитировать основные положения совета экспертов. Целесообразно добавление нутрицептиков на основе красного дрожжевого риса со стандартизованным содержанием моноколина К у пациентов с низким и умеренным сердечно-сосудистым риском при отсутствии показаний к лекарственной терапии. Показанием к назначению препарата на основе красного дрожжевого риса является умеренная гиперхолестериномия и низкий и умеренный сердечно-сосудистый риск. Там, где риск высокий и очень высокий, подчеркну, не место препаратам красного дрожжевого риса. Но в качестве вторичной профилактики при непереносимости статинов или нежелании принимать статина и другие лепитснижающие препараты, несмотря на наличие показаний, место есть для препаратов красного дрожжевого риса. Моноколин К в дозе 3 мг в сутки существенно и безопасно снижает уровень глистерина или низкой плотности. Производственный стандарт для указанных продуктов должен гарантировать стандартизацию компонентов и качества. То есть вот этими четырьмя тезисами фактически мы подводим итог доказательной базы по препаратам красного дрожжевого риса. И сейчас я позволю себе поговорить конкретно об армолипиде. Мне кажется, хорошее запоминающееся название, если вы прежде еще его не слушали, это совершенно нормально, если вы его не знаете или не слышали о нем, потому что он только с 2019 года зарегистрирован в нашей стране. Сразу хочу упредить ваши вопросы, что стоимость его абсолютно доступная. Это в среднем 600 рублей на месяц. И действующее вещество заключено в одной таблетке. То есть нужно принять одну таблетку в день. Производители рекомендуют вместе с приемом пищи, но независимо от времени суток. Традиционно я рекомендую пациентам принимать во время ужина. Вы видите, что кроме моноколина К в дозе 3 мг, но субстанция порядка 200 мг, содержится также поликазанол, фолиевая кислота, астоксантин противовоспалительный препарат и коэнзим-Ку-10. Дозы этих субстанций также невелики. И они, как по идеологии производителей армолипида, обладают дополнительным вспомогательным положительным эффектом. Но хочу подчеркнуть, что все-таки ключевой субстрат, заключенный в таблетку армолипида, это моноколин К и как раз о нем мой следующий блок доказательных данных. Армолипид был испытан в большом количестве исследований и в частности максимальный опыт у наших итальянских коллег Ориго Чичера, первый автор нескольких публикаций, где вы видите, например, более 400 итальянских центров, более 2000 пациентов. Вот такие критерии включения. Холестерина в НП более 150 мг на децилитр. Статины либо не были показаны, либо плохо переносились. Что было получено? Исходные данные, обратите внимание, ранжировали пациентов на пожилых и более молодых, средний возраст 51 год. Сейчас, извините, пожалуйста, я должен прерваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Да, извините, пожалуйста, это проблемы, связанные с работой ковид-центра в текущей. И вы видите, средние показатели холестерина ЛНП и общего холестерина достаточно высокие в этой группе. Итак, по данному исследованию и по целому ряду других исследований холестерин ЛНП снижался на 19% и общий холестерин снижался на 18%. Вы видите абсолютное значение. Это примерно чуть менее 1 мл снижения на фоне армолепида. Не было отличий по частоте побочных эффектов различного плана по сравнению с группой контроля, где участники также соблюдали диету. А армолепид назначался в сочетании с диетой. То есть диету должны были придерживаться все. Есть уникальное исследование. Это также на самом деле ниша для применения армолепида, тоже выполненная в Италии. Арнелла Гвардамания, специалист в области педиатрии и семейной гиперхолестериномии. Вы видите 40 человек. Это дети от 8 до 16 лет. Большей части семейная гетерозеготная гиперхолестериномия и 16 семейная комбинированная гиперлипидемия. Общий холестерин снижался на 18%. Холестерин в низкой плотности на 25%. Апобелок Би на 25% также. И это было безопасно. Так что детям можно смело использовать, если родители не настроены на применение, допустим, статинов и изотимимых у лиц с гетерозеготной семейной гиперхолестериномией. Ну и этот слайд говорит о том, что армолепид – это не красный рис, не красный дрожжевой рис и не бурый рис. Это специально изготовленный препарат, стандартизованный по дозе моноколина К и обладающий абсолютно критерием, отвечающий абсолютно критериям безопасности. В качестве примеров, ну, всегда хочется узнать, наверное, о собственном опыте. Он, конечно же, у меня есть и достаточно уже обширен. Я работаю с армолепидом с 2019 года. Обратилась женщина, вот это, обратите внимание, что достаточно стереотипная ситуация. Явных факторов риска вроде бы от атеросклероза нет, но в 50 лет она узнает и в нескольких анализах доказывает, что общий холестерин более 7,5. Холестерин – она на грани переходного уровня в черную зону, в серой зоне 4,8 ммл. Я попросил выполнить перед консультацией дуплексное сканирование сонных артерий. К счастью, атеросклероза нет. Ну что, применим шкалу скор к ней, мы ее найдем и увидим, что риск низкий. Ну, казалось бы, лечить или не лечить? Что нам говорят рекомендации свежайшие? Вот она здесь, она в желтом квадрате. Это говорит о том, что мы вправе применить медикаментозную терапию. Ну что, сразу статины? Да нет, не надо сразу статины. Давайте назначим армолепид. И тем более, что целевой уровень для нее в категории низкого риска менее 3 ммл. И снижение на 20% позволит, ну, вероятно, достичь значения порядка 3,5 ммл. Дальше уж будем думать. В принципе, можно присоединить и изотимид. Но не статины. Другая, более молодая женщина, общий холестерин 8,5 ммл. Холестерин 1,6 ммл. И я хочу вам сказать, что немало таких у нас в популяции изящных девушек, женщин молодых, у которых очень высокий холестерин. Также нет изменений в сонных артериях, нет признаков суплинического атеросклероза. Но давайте мы найдем. Шкала скоро к ней неприменима. А вот по категориям сердечно-сосудистого риска она относится к высокому. И, естественно, я ей предлагаю принимать статины. Риск у нее высокий, еще раз подчеркну. Но она планирует иметь детей и в целом настроена против статинов. У нее нет атеросклероза. И тогда я рекомендую ей армолепид. Почему я поставил знак вопроса у целевого уровня? Потому что по прежним целевым значениям 2,6. По актуальным 1,8. Ну, естественно, это недостижимо с помощью армолепида. И вот это как раз тот случай, когда высокий риск высокому рознь. Потому что одно дело эта женщина, другое мужчина, допустим, 45 лет, у которого есть бляшки в сонных артериях со стеноземами до 50%. Вот здесь в таких случаях я однозначно назначил бы статины. И в завершение я хочу показать данные исследований с Менделевской рандомизацией. В Великобритании существует биобанк, полумиллион граждан. И в рамках данного исследования всех ранжировали по полиморфизму генов, ассоциированных с уровнем холестерина липопротвидов низкой плотности и систолического артериального давления. Из общего количества участников у 25 тысяч человек уже было коронарное событие. И вот от природы доставшимся уровню холестерина ЛНП, те, которые имеют всего лишь на 1 мм ниже и на 10 мм тутного столба ниже систолическое артериальное давление, имеют жизненный риск, извините, немного съехал, на 78% развития ниже сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни в частности. Если мы возьмем только холестерина ЛНП, то риск снижается на 57%. Если выделим только систолическое артериальное давление, то риск снижается на 49%. Как экстраполировать данные этого исследования на нашу популяцию? Очень просто. Если вы с молодых лет знаете и следите за уровнем холестерина и артериального давления, вы будете жить дольше, и риск развития ишемической болезни сердца у вас будет на 78% ниже. Итак, позвольте мне заключить по презентации, что с целью первичной профилактики атерослероза пропагандировать здоровый образ жизни и немедикаментозные меры коррекции дислепидемии. Из современных нутрицептиков наиболее оправданным для коррекции гиперхолестериномии является препарат красного дрожжевого риса. В нашей стране это однозначно и только армолепид. Не будьте падки на БАДы. Препарат красного дрожжевого риса обладает не только доказанной гиперхолестериномической эффективностью, снижение на 20%, но и имеет потенциал по снижению сердечно-сосудистых заболеваний. Я закончил презентацию. Я вижу, что порядка 30 вопросов в чате, поэтому я сразу же перейду к ответу на вопросы. Станислав Сагонов. А какой механизм иммуномодулирующего действия статинов и какая разница в силе этого эффекта у розового и аторового статина? Про иммуномодулирующие, ну, наверное, это в свете пандемии сейчас возникший вопрос. Я могу только лишь сказать, что если человек заболевает COVID-инфекцией и у него статины, то мировые данные уже есть в арсенале, то мировые данные говорят о том, что статины прекращать не надо. Возможно, сейчас идут исследования и, наоборот, о назначении статинов. Что касается иммуномодулирующим эффектам, ну, я не готов сейчас вдаваться так глубоко в эти механизмы. Далее. Как комбинация статинов и кофеина может снижать выраженность повреждения легких? Это из практики лечения COVID-19 или просто вирус гриппа, и этот вывод просто перенесен на COVID-19? Я понимаю, что это сейчас крайне насущно, но давайте начнем все-таки с того, что этиотропного лечения против COVID-инфекции, увы, не существует. Мы сейчас, у нас в центре лежит 250 пациентов. Понятно, что это малая часть от заболевших в нашей стране, но про влияние кофеина я не готов что-то говорить. Я знаю, что кофе, шоколад положительно влияют на сердечно-сосудистый риск. Но спасти больного с тяжелым течением болезни может только такие интенсивные мероприятия типа противовирусных активных препаратов и биоинженерных препаратов, которые воздействуют на шторм. Если же говорить о профилактическом приеме, то пока определенная небольшая доказательная база есть у гидроксихлорохина, у лица зачага поражения, мы рекомендуем назначение гидроксихлорохина. Однако надо с большой осторожностью, препарат токсичен. И, конечно же, он не должен покупаться в аптеках нашими гражданами. Поэтому сейчас это даже, в общем-то, и невозможно. Почему у больных с показанием на назначение статинов нельзя назначать ловостатин и симвостатин? Можно, почему нельзя? И, по-моему, в стране... Симвостатин у нас в стране точно существует. Про ловостатин не знаю, но, наверное, это... Можно найти в аптеках. Но зачем, когда есть симвостатин, питалостатин, мягкие статины? Понятно, что симвостатин нельзя в высоких дозах из-за риска мышечных симптомов. В исследованиях ФИЛД, аккорд, липиды, аккордеон, одним из критерий включения, кроме уровня холестерина, кроме триглицеридов, было снижение уровня холестерина ЛВП. Однако вопрос от Александра Хейфиса прерывается. Но я могу только лишь домыслить, что если фенофибрат назначать при высоких триглицеридах, то тогда его эффективность определенно есть. по снижению сердечно-сосудистого риска. Актуален ли на первоначальном этапе препарат Energy? На первоначальном этапе он не очень актуален, если мы говорим о категориях, совсем не актуален, о категориях низкого и умеренного риска. Кроме того, Energy, насколько я слышу от своих пациентов, уже в нашей стране отсутствует, не перерегистрирован. Какова роль апоалипопротеина альфа в генезе ацклероза? Можно поподробнее. Вы знаете, что формат нашего мероприятия не предусматривает. В последующих лекции мы должны ответить на все вопросы, но если идет речь о холестерин-липопротеидах высокой плотности, то сейчас этот показатель не является целевым, и потенциально он уже тоже не рассматривается, как участвующих в обратном транспорте холестерина и стенки сосудов. В годовых отчетах целевые уровни не соответствуют современным представлениям. Не понимаю вопроса. Дальше. При дефиците белка CETP повышается холестерин ЛВП. Также повышается уровень АПО-1. Каков механизм повышения АПО-1? Ну, наверное, за счет именно блокады переносчика эфира холестерина. Но дело в том, что специальные классы препаратов, влияющие на эту мишень, потепили неудачу. Верно ли предположение, что при снижении холестерина липидов ниже 1,4 развивается деменция? Нет, неверно. Все исследования со статинами, а также с ингибит СВЛ-кумабом продемонстрировали, что интервенционное снижение холестерина ЛВП не увеличивает риск развития когнитивных нарушений. Можно ли назначать армолепид молодым лицам для профилактики при невысоких цифрах общего холестерина и триглицеридов? При невысоких цифрах общего холестерина однозначно, да. Препарат может умеренно снижать, несущественно снижать триглицериды, но не позиционируется как гипотреглицеридомический. Как долго нужно принимать армолепид в случае достижения целевых значений? Неопределенно долго. Так же, как и статины, вы видите, что китайские исследования показывают опыт применения в течение пяти лет и получают существенное снижение сердечно-сосудистого риска. Поэтому пока циент не перешел в категорию высокого риска, он должен принимать армолепид. Комбинация армолепида и затимиба возможна, да, конечно, и это безопасно. Вопрос удалось закончить, что при высоких триглицеридах следует назначать фенофибрат у пациентов высокого риска на статины, потому что так гласят рекомендации. Вот почему. Какой процент снижения холестерина ЛНП на армолепиде у ваших пациентов? Именно такой, какой и в международных исследованиях. 20-25% возможно снижение холестерина ЛНП. При непереносимости статинов возможно применение затимиба 10 мг в день. Если категория высокого риска, конечно, так говорят рекомендации, и потом, если категория очень высокого риска, можно присоединять ингибиторы ПССК-9. Эффект по снижению холестерина ЛНП лучше у изотемиба, чем при применении красного риска, просто не сравнимо. Пример, по 20% снижает и тот, и другой. Я имею в виду изотемиб и армолепид. Правильно я понимаю, что армолепид можно приобрести только в аптеке. Или это аналог красного риса. Только в аптеке, и это не аналог красного риса, это препарат нутрицептик, полученный в результате ферментации дрожжей, обитающих на рисе. Может быть, красный, бурый, как угодно. Кому и когда армолепид, а кому амакор. Критерия армолепид при гиперхолестериномии, амакор при гипертреглицеридомии. Причем амакор вы можете назначать независимо от категории риска. Высокий, очень высокий риск тоже подлежит лечению амакором. Давно, но рекомендую пациентам с повышенным холестерином омега-3. В рамках одной школы услышал, что эффект омеги не доказан. Сравните с армолепидом. Что лучше, есть ли принципиальное отличие в эффекте? Ну, конечно, есть. Смысл из-за... В первую очередь, снижает триглицерид, ремнат холестерина, содержащийся триглицерид богат в частицах и обладает некими плеотропными эффектами. Тогда как армолепид, я пытался показать, снижает точку приложения, это холестерин и ланпэ, общий холестерин и апоби. Возможен совместный прием амакора и армолепида, ведь их точки приложения разные. Возможен, если у пациента смешанная гиперлипидемия. Как проверить качество препаратов на основе красного дрожжевого риса по дозировке моноколина-К или еще какие-то критерии важны. Доказательная база должна быть. Поэтому я бы не покупал БАДы, где просто написано Red East Rice или красный дрожжевой рис. Это опасно. Практика показывает, что нужны только проверенные препараты в нашей стране. Это только армолепид. Уже назначаю армолепид своим пациентам. На начало терапии ланпэ 3,8 через 10 недель снижение 2,9. Как долго нужно принимать статин, когда пациент оказался в приеме статин? Думаю, добавить изотемиб. Долго можно, ответ мой, принимать можно долго, и вы правильно абсолютно думаете и строите дальнейшие планы. После нормализации лабораторных показателей армолепид продолжайте. Как долго принимать? Продолжайте и необязательно контролировать, потому что ничего плохого вы не вправе ожидать. А уж если у пациента появятся жалобы, то тогда стоит контрольный биохимический анализ сделать. Но профиль безопасности, вы знаете, мы все должны проверять и общий раз в год анализ, и биохимический. Тем более, если у нас есть какие-то факторы риска. Если в течение 6 месяцев прием армолепида ЛНП сохраняется на прежнем уровне, можно увеличить дозу, или препарат не работает. Значит, армолепид доза стандартная, одна таблетка, поэтому увеличивать ничего не надо. Со статинами не рекомендуется, потому что одна и та же точка приложения. И, как мы уже говорили, вы можете начинать сочетать с изотемибом. Армолепид таблетки по 0,8 грамм не рекомендовано по 1 раз в день. Одна таблетка, 1 раз в день. Не думайте о дозах, это композитная таблетка. Песемейная гиперхолестеремия, как долго принимать армолепид? Постоянно. Значит, при семейной гиперхолестеремии надо принимать статин. Так гласят рекомендации. Но я процитировал исследования итальянские 2008 года для того, чтобы вы понимали, что армолепид возможен у детей, вместо статинов, если все настроены категорически против. Но статины детям не противопоказаны. Обязательно ли направлять пациентов на генетику для уточнения диагноза семейной гиперхолепидемии? Не обязательно, но если есть такая возможность, очень желательно. И в принципе, если человек узнает, что диагноз генетически подтвержден, его дальнейшая приверженность терапии, дальнейшая приверженность терапии выше, чем в отсутствии данных знаний. Если пациент в Москве, ну или в крупном городе, генетический анализ сейчас возможен. У нас есть совместный проект в рамках нашего регистра по семейной гиперхолестеремии с медико-генетическим научным центром, что на Каширском шоссе. Поэтому если вы направите к нам, то тогда мы перенаправим пациента и есть возможность сделать генетический анализ бесплатно. По последним рекомендациям, по дисциплине, актуальность тройкора снижена. Когда все же назначаются фенофибраты? Ну, в наших рекомендациях мы решили оставить фенофибрату тройкору класс 2А, потому что крупные исследования, пусть и не рандомизированные, или под анализ классические крупные исследования типа Аккорда, говорит о том, что все-таки тройкор обладает снижением сердечно-сосудистого риска. Показания те же самые, что и раньше, при высоком риске и очень высоком недостаточной эффективности статинов при гипертрепидемии вы вправе присоединить фенофибрат, отслеживая параметры безопасности. Возможное сочетание рамлипиды с эзотимимом. Спасибо за вашу работу. Здоровья вам и вашим близким. Это мне. Ну и, соответственно, об этом я еще поговорю дальше. Про эзотимим мы уже ответили. Да, в России рамлипид есть. Хочется узнать про противопоказания для рамлипида. Противопоказаний, насколько я знаю, нет. Просто я думаю, что могут быть разные случаи индивидуальной, так сказать, возможной потенциальной непереносимости, но опыт применения в Италии, там более полутора миллионов человек сидит на рамлипиде, там частота побочных эффектов 0,01 то ли промилле, то ли процент, то есть порядка 50 случаев описано, и то там какие-то лекарственные взаимодействия, и, извините, сваливать на рамлипид конкретно очень сложно. Рамлипид зарегистрирован как БАД, производство Италии, 800 миллиграмм, 30 штук. Сколько его назначать, длительность? Да, он в нашей стране зарегистрирован как БАД, но это не та БАД, на которой написан просто красный дрожжевой рис. Если представлять как БАД, то это супер БАД, но сейчас предпринимаются попытки со стороны производителя, чтобы перевести в иную категорию, чтобы не было вот этой путаницы. Любой ли субклинический адресклерод требует назначения статинов? Прекрасный вопрос, мой ответ и убеждение – да. Есть ли опыт применения армлипида у детей? Я показал на одном из слайдов исследования в Италии. Нормальная, качественная, англоязычная публикация. Имеет ли смысл добавлять урсодезоксихолевую кислоту в дополнение к статинам при жировом гепатозе и на нормальных уровнях АСТ и АЛТ? Я считаю, это препарат доказательной базы. Вернали, по крайней мере, на западе ни в каких рекомендациях она не присутствует. Вернали информацию, что красный дрожжевой рис аналог лавостатин. По гипохолестериномическому эффекту абсолютно так. У пациента с инфарктом миокарда на фоне 80 мг аторвостатина значительно повышение трансаминаз. Гепатит исключили. Что лучше, перевести на монотерапию эзотимибом или эзотимиб малые дозы аторво? Если второе, то когда? То какие? Значит, пробуйте перейти на более низкие дозы аторвостатина или другого статина с эзотимибом. В рекомендациях все-таки прописывается розовостатин или питавостатин. Если этого будет недостаточно, и пациент перед нами, естественно, очень высокого риска с инфарктом уже перенесенным, то и рассматривать ингибиторы в ПССК-9. Возможно ли переход на армолепид после приема статинов после достижения целевого уровня холестерина? Если пациент низкого и уверенного риска, то да. Во всех остальных случаях он должен оставаться на терапии с статинами. Естественно, мы можем порадоваться, что достиг целевого уровня холестерина ЛНП, но должен придерживаться терапии и ее не бросать. Сейчас появится юбилейный, хотел сказать, не совсем юбилейный, но вопрос номер 40. Как часто делать липидограмму после выписки больного с инфарктом миокарда на больничном листе в эпоху с COVID-19? Какой минимум? Во-первых, COVID-19 не COVID-19, но после инфаркта миокарда через 4 недели мы должны знать, достигнут ли целевой уровень холестерина ЛНП. Имеется ли несовместимость с другими препаратами, если речь об армолепиде не имеется. Да, но тут спрашивается еще, можно ли отодвинуть сроки. Я понимаю, что вы беспокоитесь за жизнь пациента, чтобы он не заразился. Допустимо, по рекомендациям 8 плюс-минус 4 недели. То есть до 3 месяцев вы можете подождать. Главное, чтобы он не бросал из-за COVID-19 прием жизненно важных лекарственных препаратов. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить вас за внимание, за то, что мы вместе провели этот час. И как раз сейчас у меня тут шквал работы. Я позволю себе закончить чуть раньше. А вам всем, всем нам пожелать крепкого здоровья, преодоления этой пандемии с минимальными жертвами. Конечно, они будут, они ежегодно в список умерших от COVID-инфекции пополняются. Я могу только сказать о своих впечатлениях, что это действительно настоящая тяжелая инфекция без этиатропного лечения. поэтому требуйте от своих коллег и пациентов неукоснительных мер, соблюдение неукоснительных мер профилактики. Только тогда мы сможем терминировать пандемию в более ранние сроки. Я благодарю вас еще раз за внимание и всем желаю долголетия и благоденствия. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok